ДА КАК ЭТИ ВОЛОСЫ РИСОВАТЬ? Ты! Я? Да, вот ты как это делаешь? Да я просто беру и рисую... Врёшь! Их невозможно просто вот так взять и нарисовать. Всё понятно, ты ведьма. А я-то никто не ведьма. А давайте я вам всё-таки попробую показать, как нарисовать волосы, как это дело осилить, придумать свою тактику и больше никогда не париться по этому поводу. Ну, проще говоря, туториал, как стать ведьмой. Товарищи, перед началом скажу, что видео поделено на туториалы и в хаке и ошибки. Поэтому вы можете либо посмотреть всё, что я рекомендую делать, если у вас есть проблемы с этими злобящими волосами, ну, либо перейти просто к тому, что вас интересует. Сделать это можно по тайм-кодам. Для начала, надеюсь, вы уже осилили голову, потому что так будет для вас проще, ну и косяков будет меньше. Наверное. Эх, безнадёжный ты, юноша. Что ж, предположим, что я хочу сделать какую-нибудь объёмную шевелюру. Показываю. Намечаю точку вот где-нибудь, вот тут пусть будет по центру. И от неё веду линии, которые потом превращаю в пряди. И линии сейчас можно вести просто для удобства, потом это делать в принципе не обязательно. Я, например, так не делаю обычно. Итак, сами пряди могут быть каплеобразные, прямые, волнистые, заострённые и так далее. Этих вариантов просто тьмища. Но главное помнить, что волосы они объёмные, и при этом они лежат на круглой поверхности. То есть голове. А это значит, что волосы будут скругляться. Не, конечно, всё зависит от прически, можно и так сделать. Ну, это немного другая история, и начинаются они все не от одной точки. Но сейчас, наверное, неважно, идём дальше. Как можно заметить, в такой прическе волосы как бы наслаиваются друг на друга. То есть вот есть первый слой, потом второй, который идёт под ним, и третий ещё под ним. Также пряди не обязательно должны быть такими толстыми, их можно делать тоньше, совсем тонкими там, как кому нравится. Просто, чтобы вот так вот понесуть, этого как раз будет достаточно. Не стоит начинать заморачиваться сразу, вот просто, чтобы заморочиться. Отказываюсь! Кстати, скажу, у меня никогда не было проблем с волосами, просто потому что я не видела проблемы, я не заморачивалась над ними. Вот они как-то получались, я видела, что это похоже на волосы, ну и всё. А дальше уже просто дорабатывала их, чтобы они мне нравились ещё больше. Но если оценить разницу, то можно посмотреть на этот рисунок и на вот этот. Ну, разница, я думаю, ого. Итак, ну и сейчас разберём немного другой вид прически. Здесь точка превращается в линию по той причине, что у нас есть чёлка. Получается, основная часть, которая будет видна, это передняя, как раз таки чёлка, откуда и будут выходить вот эти все порядки. Но важно заметить, в данном случае из этой точки идёт только чёлка, всё остальное идёт из линии так называемого пробора. Эта линия как раз начинается на чёлке и идёт до середины головы, или до конца головы, там уже в зависимости от прически. Либо же также, в зависимости от прически, оно может идти прямо от одной точки из вот этой чёлки. Ну, вот пример. Перед смертью Чан Пин, Сюэян был казнён на тот момент верховным заклинателем Тиньгуаньяу, а убит Чан Пин был мечом Сяо Синчэнь, Шуан Хуа. Если делать прямые волосы одной длины, то всё так же, только, как по мне, немного проще. Точка нам всё ещё нужна, и при этом уйдём от этого места до нужной длины. Их можно немного растрепать книзу, для большей реалистичности. Но чтобы делать подобные штуки, можно попрактиковаться отдельно, делая вот такие разные линии. Вот такой ещё будет пример длинных волос с выделением чёлки. Здесь оставим также будет прямой пробор. Кстати, его не обязательно делать по центру, это мы чуть позже разберём. Так, ещё раз пройдёмся по всем этим моментикам. Если нам нужен так называемый косой пробор, то мы просто перетаскиваем его с одного места на другое. Всё по-старому, у нас тут первая точка для чёлки, а потом пробор идёт от этой точки в ту сторону, в которую нам надо. Так же форму головы не теряем. Идём по кругу. Ну и в данном варианте прически наслоение тоже работает. Ну а теперь линия роста волос. Я всегда её тут рисую, но ещё не упоминала об этом. Наверняка вы видели эту штуку у других авторов, ну либо на себе. И если брать во внимание стиль, то выглядеть она может у всех по-разному. Но главное, что она есть, потому что без неё выглядит как-то неполноценно, что ли. Хотя судите сами. Ну собственно, эту штуку видно при определённых обстоятельствах, в данном случае из-за, так скажем, приподнятых волос. Ну и раз уж мы заговорили про эту линию, покажу вам, как собрать волосы. Вначале я ставлю ту чёлку, просто почему бы и нет. Ну а теперь все вот эти пряди, которые не чёлка, они идут назад и собираются в хвост. Ну или в другого рода прическу, неважно. Здесь как раз таки остаётся вот эта линия роста волос, которую мы видим. И в таком случае у нас нет конкретной точки, откуда мы можем вести волосы, они просто идут из головы. Поэтому можно провести какую-то такую линию, которую я, конечно же, не провела, сорян. И от неё проводить всякие хаотичные линии, их можно как соединять между собой, так и просто отправлять вверх. Ну и получается вот такая штука. Ну а что касается покраса таких мест, это просто волосы вперемешку с пустыми местами. Назову это так. Можно разрисовывать их просто по контуру, можно делать что-то подобное. Ну и да, по поводу покраса, в принципе, волос, нужно помнить, что у них есть как тёмные места, так и светлые места, ну и нейтральные. Если вам не нужны просто однотонные светящиеся волосы наподобие, то нужно помнить, что они будут затемняться и иметь блики. Вот там вы уже используете эти задания как хотите. Можете и так делать, и вот так делать. Да, в принципе, и вот так можно. Кому там какое дело, нравится, делайте. Кажется, я зашёл не в тот район. А также хочу напомнить, что важно соблюдать пропорции, чтобы объём волос у вас не получился больше, чем голова, в принципе. И не обязательно опираться на круг, который вы изначально нарисовали, потому что даже у меня иногда получается он слишком большим для головы. Ну а потом вместо вот этого мы имеем вот это. Или вот это. Тут, я бы сказала, по большей части идёт работа глаза и его насмотренности. То есть, если вам кажется, что с этой прической ваш персонаж стал похож на Аслай Шрека, вам может не казаться. О, какая прелесть, просто чудо. У тебя тонкий вкус. Ну, я имею в виду размер головы прически, непропорциональный человеческому. А шёл не человек, понятно. Поэтому на этой ноте переходим к лайфхакам. Они довольно базовые, но точно приходятся. Каждому, кто хочет быстро это всё осенью. Волосы это такая штука, которая не требует кучи знаний, которые потом будут вылазить из головы, потому что не помещаются. 20 лет меня не было. Они дописали ещё столько правил. Но, чтобы ускорить процесс по их осиливанию, нужна насмотренность. Как же разблокировать этот навык? Всё просто, смотрите картинки. Довольно эффективная тактика это обращать внимание на волосы, когда вы читаете какую-нибудь ману или сможете либо. Потому что помимо одного положения волос на все случаи жизни, вы также видите, как они ведут себя в той или иной ситуации. Там, например, ветер, дождь, нападение титанов, ещё что-нибудь. Конечно, если вы такое не любите, то просто в Пинтерсе можно найти моменты оттуда. А да, это для волос, приближённых к аниме-стилю. Если вы рисуете в реализме, то всё-таки смотрите на реализм. Тактика всё равно не поменяется, просто вместо таких фотографий смотрите на такие. Можете использовать это как референс и пытаться перерисовать их. Но перерисовывать не в тупую. Занимайтесь не просто банальной срисовкой на постоянной основе, а пытайтесь, там, например, сейчас рисование, поняли пример и нарисовали что-то своё. Ещё одно, как я уже говорила, вы тренируетесь рисовать отдельно вот такие прятки. Я уверена, вам понравится через время. Ну и практика. Чем больше вы будете рисовать волосы, тем быстрее они у вас начнут хорошо получаться. Нарисовать прическу гораздо быстрее, чем нарисовать человека. Ну и референсы референсами, а вот такие подобные штуки тоже на них смотрите. Плюс на других авторов, как они это рисуют, желательно видео. Ну и понятное дело, не воруйте у них, не пытайтесь, потому что у вас всё равно не получится сделать точь-в-точь. Да и плюсом уйдёт на это у вас куда больше времени, чем придумать свою тактику опирать как раз-таки на рисунок какого-нибудь художника. Если он вам понравился. Безбилетники переместили груз на свой корабль и смылись. Но дальше перейдём к ошибкам. Покажу как те, которые я просто видела, так и те, которые я сама совершала. А самое простое, это, казалось бы, когда пытаются нарисовать волосы одним сплошным целым. Во-первых, как я уже и показывала, это желательно делать прядками, потому что волосы, они имеют пряди. А также они не могут быть словно деревянные и висеть вот так просто. То есть, рисуя прядями, вы сами создаёте им направление. Тут всё идёт направо, вы его налево. Где-то у них будет что-то торчать, где-то будет пропуск, где-то ещё что-нибудь. Дальше, когда те же деревянные волосы разделяют не то что на пряди, но на волосинки с помощью покраса. Чтобы так детализировать волосы, их, конечно же, нужно рисовать отдельно тоже, а не просто закрашивать участок. Ну, там, конечно же, как нравится. Если вас устраивает такой вариант, то пожалуйста. Но дальше, когда забывается самое элементарное правило о том, что волосы всегда откуда-то растут. И в таких случаях они начинают расти просто из воздуха. Поэтому следите за этим, ставьте перед собой референсы и смотрите, как это правильно всё-таки сделать. Если вы будете пользоваться референсами, вы просто быстрее будете видеть свои ошибки и быстрее их исправлять. И вот есть такая стандартная ошибка, как раз добавлю её сюда. Многие думают, что если пользоваться референсами, вы будете плохим художником. Но нет, вот так не работает. Референсы создаются для того, чтобы ими пользоваться. Что ж, надеюсь, я ничего не забыла. Но если есть какие-то ошибки, которые я не назвала, или вы их совершали когда-то, то поделитесь этим в комментариях, чтобы другие их не допускали. Но я надеюсь, что это видео было полезным и оно смогло вам помочь. Я вас благодарю за просмотр, удачи в покорении рисования и увидимся. Редактор субтитров А.Семкин